Итак, украинские патриоты провели митинг у стен завода Харьковского тракторного завода, после которого этот митинг трактовали как трейдерский захват. Почему так трактовали, что на самом деле произошло и какое обращение у активистов. Наши сегодняшние инспекторы Андрей Шеметько, представитель общественной организации «Сотня ЛЭВа», Виткар Турканов, штаб общественной организации «Гражданская оборона Харькова», Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета. Начнем с «Сотни ЛЭВа», потому что именно на вас делаем акцент. Расскажите, что на самом деле произошло, какие цели вы преследовали? Мы все увидели, что там произошло. Нам меняют рейдерский захват завода, хотя это совсем не так было на самом деле. Все мы видели, никто его не захватывал. Там было порядка девяти представителей СМИ, все было мирно. Были представители правоохранительных органов. Вопросы попросили. Были заданы руководству завода ряд вопросов о том, что на данном предприятии, по нашей информации, находилась военная техника. Мы задали вопрос, он нам ответил, за что никто программировал, не захватывал это предприятие. Вы же сами... Все расписали СМИ, что мы как бы рейдернули этот завод. На самом деле было все совсем не так. То, что может сотня лево как бы выступила, показалось, что как бы с силовой стороны может как бы угрожающе, не знаю. Все было такое. Мы присутствовали только для того, чтобы создать там физзащиту нашим патриотам и тем организациям, которые с нами были. У нас были военные вопросы к директору, у патриотов наших тоже были и тех организаций, которые присутствовали. Вопросы по украинизации завода этого, по нахождению тех элементов, элементов и действительно тех, как объяснить... Коммунистического характера тех элементов. Вот поэтому мы и пришли. Потому что была информация такая, что на заводе завод на сегодняшний день выпускает военную технику, которая в дальнейшем реализовывалась через страны Евросоюза. И опять же покупалась Россия, и заходила, и использовалась в войне против нас. И поставлялась в ЛНР и ДНР. Мы получили адекватные ответы. При нашем общении с директором завода случайно увидели, у него на столе увидели какую документацию. Потому и возникли сразу там вопросы. Были документы, вы видели, военной техники. На этих листах были поправки какие-то непонятные. Пушку там установить 28 мм, поменять на такую, на такую, на такую. Но это уже не надо собираться, это был соответствующий орган. Мы осветили это только и все. Никакие вопросы мы можем взять. Дмитрий Галимович. Что бы я хотел сразу сказать в начале для всех присутствующих корреспондентов. Я хотел бы, чтобы здесь никто не воспринимал то, что это пресс-конференция наша, это какая-то попытка оправдать или оперить себя. Могу сказать сразу. В нашей стране сегодня много лжи. И та самая ложь, которая была распространена некоторыми СМИ, я не буду уже говорить про СМИ Российской Федерации, та ложь, которая была изложена в обращении коллектива завода к президенту. Мы хотели бы сказать, и Андрей уже начал, мы хотели бы сказать, на чего на самом деле туда пришли активисты, патриоты. Ну, есть информация. Есть информация, что на заводе, который сегодня, ни для кого не секрет, хозяевами которого являются российские граждане, российские миллиардеры, на этом заводе находится военная техника. Мы, как люди небойдужие к тому, что происходит сегодня в Украине, и в Харькове, в частности, решили приехать, поговорить с директором абсолютно открыто. И нас завели на этот завод, заместитель директора по безопасности. Не было никаких врываний туда каких-то. Нас спустили абсолютно мирно. Мы зашли, подождали, когда к вам вышел директор завода. Задали ему несколько вопросов. Вопросы были следующего характера. То, что я перед этим сказал, это про наличие военной техники. И были вопросы такого плана. Почему же вы, как предприятие, которое находится на территории Украинской Украины, не сегодня не инициировали выпуска военной техники для оборонной промышленности Украины? Нам было сказано директорам, что они обращались полгода назад, были даже у Яценюка, и сидят, ждут, пока Яценюк там что-то им поможет или не поможет. Якобы у них нет лицензии. И последний раз они такую продукцию выпускали в 7-8 году. Пока я задавал эти вопросы и шла беседа, активисты увидели на столе, причем это было видно на столе у директора завода, увидели фотографии, которые лежали на видном месте. Конечно, мы задались вопросом. Если предприятие в 7-8 году последний раз выпускало военную технику, то почему эти фотографии сегодня находятся у вас на столе, на видном месте? Причем, как вы видите, вот я показываю, это военная техника, которая производится, я так понимаю, в России. На ней нарисован российский флаг. Также есть два С1, здесь гвоздика. Это боевая машина, которая сегодня ЛНР и ДНР воюют против нас, против наших украинских войск. Таких фотографий было очень большое множество, и поэтому мы задали вопрос директору абсолютно закономерный, что эти документы делают на столе. Потом нам было отвечено, что якобы они в пятницу, то есть сегодня, как раз когда мы даем пресс-конференцию, ждут заместителя начальника РНБО, председателя РНБО, для того, чтобы рассмотреть вопросы выпуска данной техники. Слова словами, но знаете как, мы словам не верим, и особенно тем, что после того, как мы оттуда ушли, и пишут про какой-то рейдерский захват, рассказывают о том, что там завод на грани остановки, ну это чистое вранье, это ложь, и поэтому мы, соответственно, тоже не остаемся в стороне. Кстати, вот хочу показать, если это рейдерский захват. Кстати, многие из СМИ, вот тут видно камеры, кто-нибудь когда-нибудь видел рейдерский захват с огромным количеством СМИ, камеры всего остального? На фотоэнтинге? Приглашенных, приглашенных, да, специально. Вот мы с открытыми лицами общаемся с дирекцией ЗАО, с заместителем по безопасности. То есть таких фотографий много, и вы видите, что ни одного из нас там нет в Балаклаве, мы все абсолютно с открытыми лицами, и все задавали абсолютно закономерные вопросы, на которые получали ответ. Так как сегодня мы видим, что, мягко говоря, начинается какая-то контратака, причем ничем не обоснованная, обращение к президенту, мы с общественностью решили, на основании всего, что мы там увидели, на основании всего, что мы там услышали, мы сделали обращение к первым лицам государства, к президенту, к премьер-министру, к генпрокурору, начальнику СБУ и главе Харьковской областной администрации, которые слышали те факты, которые мы видели при посещении завода, и попросили их, как первых лиц, в том числе и президента, как главнокомандующего, проверить спевробытельство керевництва Харьковского тракторного завода из Российской Федерации и в разе подтверждения даты ему належную, политичную и правовую отсидку. И последнее, что хочу добавить, здесь фотография, сделанная вчера, почему-то абсолютно на фасаде завода ХТЗ, там, кстати, патриоты повесили флаги украинские, там были только флаги ХТЗ, там исчезли сейчас абсолютно все флаги, исчезли все ордена, которые висели. Ну, там ордена были, естественно, с господином, не господином, а с товарищем Лениным. И за год у было поставлено, скажем так, такой ультиматум, что давайте, у нас же идет декоммунизация, у нас есть законы декоммунизации подписанных, поэтому будьте любезны, снимите. Но что-то они так, по-моему, сильно постарались, что вместе с орденами сняли украинский флаг. Я думаю, что патриотам придется туда поехать и вернуть украинские флаги на то место, на котором они должны быть. Спасибо. Я хотел бы, я хотел бы все-таки вернуться к открытому листу, який написал пан Глубин, директор этого завода, ГТЗ, который считается сейчас ПО Белгород ГТЗ. Еще раз, ПО Белгород ГТЗ. везде и сюда, и говорят вот так вот. Так вот, среди всего прочего, о том, что выявляют наши активисты, там затравится такая проблема. Люди, которые своей поведенкой гамблять светлое имя Небесной Сотни и патриотики, которые загинули за майбутой Украины. Минуточку. Пан Глубин, какое он имеет право подобные слова писать. Я не знаю, есть у вас там функция, что пипикало, я уже выскажу все до конца, наверное. Так вот, так вот, вот подобная чушь навевает на определенные мысли. У нас создалось сейчас впечатление, что территория завода сейчас используется нашими ворогами, как очаг сепаратизма. Не больше, не меньше. Повторяюсь еще раз, очаг сепаратизм. Дальше. В соцсетях. Читаем из Петербурга. Пикеты по словам Глубина, правосеки начали накануне и проводили в течение двух часов, 14 до 16 по местному времени. И около 17.30 активисты повторно вернулись на завод. Они заблокировали предприятие по периметру и держали осаду до трех часов ночи. Ага, боевые действия? Или что? Что хотел сказать данный автор? Ну и еще такое подтверждение маленькое о том, что это все-таки с той стороны, со стороны агрессора. Они пишут, агрессора так и стали со стороны людей, которые называли себя представителями левой сотни. Левой сотни. Тут смеются в зале. Все в Харькове, хоть и русскоязычные, но прекрасно понимают, что сотня лева, это сотня лева. И только за нашей границей могут вот так вот сформулировать. За барейки. Показываются, за барейки. Так точно надо. Сотни, видите, левой сотни. Ну левая справа, и левая уже появилась. Правый сектор, левая сотня. Да. Все выяснилось. Далее. Более того, еще там такая надпись мне очень понравилась, интересная. Но Министерство юстиции России внесло правый сектор в перечень запрещенных стадий организаций. Какое имеет отношение господа, агрессоры, законы России на территории Украины. Я хочу, чтобы в конце концов поняли, что Украина, Харьков, это одна целая держава. Она была, она есть и будет таковой. Любому лодку переезжаем, кто придет на эту территорию. Ну я, собственно, наверное, сказал все, что хотел. Я бы хотел, чтобы добавил еще Андрей. Дело в том, что как раз Виктор зачитал о том, что там кого-то оцепили, зацепили в 17.30 или во сколько до 3 часов ночи они давали им бедным работать. Я думаю, Андрей сейчас расскажет, что же было на самом деле. Андрюш, пожалуйста, расскажи. Я сейчас расскажу. И где еще послов. Да, конечно. Я перестану, что вы поближе не сможете. Я сейчас добавлю. И уточните, вы были вооружены и вообще, что искупало людей? Но мы не имеем права. И так тяжелое время. Сейчас, если мы начнем ходить, хоть у нас и воюющая сотня с оружием, это второй вопрос, второе мука, что она нам тут никто никому не будет. Вы уж прекрасно понимаете. Хочу добавить к Виктору словам, что в этом письме, что сразу после того, как мы посетили завод, написал live news новости в России. Все там, там есть определенные слова, там сотня оливия, все присутствует того, что даже это письмо, ну, это, конечно, я так думаю, что это письмо готовилось тоже не у нас туда, не дирекции завода, а это был сброшен оттуда шаблончик, и он конкретно пошел на президента. Что касается того момента, что мы второй раз вернулись, да, действительно, только закончилось, все вроде бы поговорили, пообщались, директор все объяснил, все как бы, все нормально, задали вопросы, пошли, не успели мы доехать туда-назад до базы, сразу звонок оттуда ж, от сотрудников завода, говорят, есть такая ситуация, мы подозреваем, что директор сейчас готовится выезжать резко на Москву, собирает какие-то документы, что-то, мы как бы заволновались, и, говорят, поступила информация, то, что вам говорит в пресс-конференции, что у нас нету тепловизоров и того, это действительно все присутствует. Мы поехали, сразу же вернулись, они доехали, пока оно еще по горячему, зададим два вопроса и все. Приехали туда, вызвали там охрану, начальник караула, говорят, директор уехал, не может быть, мы знаем точно, что мы, позвоните ему, связали меня с секретарем, я связался, секретарь говорит, он уехал, хотя секретарь, обычно же, она последняя уходит, правильно, директора нет, уже секретарь должен быть дома. Ну, начали то, они шмарили, сейчас мы позвоним начальнику караула, сейчас мы согласуем, я ему вопрос выбрал, возьмите старших, проведите нас в кабинет, покажите, что ли нет, мы развернули семьи. Нет, поднялся такой, кипиш очень серьезный, вызвали все, позвонили куда только можно, звонили все службы, нет, я вам сказал, все думали, что мы нападаем, вернулись, что дожать, что не отжать, ничего, просто, им так и сказали, задали вопрос, да, прождали минут 30, все мирно, сидели там с охраной, разговаривали, проехал, кто-то с чиновник местного райотдела, по-моему, зам или начальник, мы попросили в присутствии, вышел начальник караула, говорит, давайте мы вас замом сведем, он просто у него пускай скажет, вот, зашел там начальник, зашел начальник караула, зашли, я зашел, и со мной еще один, мы никого не брали, и зашел наш стример, тот же идет, мальчик, который разговор записать должен, поднялись, туда, зашли, к замначальника, спросили, где директор, он же, он уехал, говорит, а проходили возле кабинета, ну, я ему задал вопрос по тепловизору, он говорит, да нет, у нас, ну, смог бы ответить, и мы выходим уже, я говорю, откройте дверь, прошу, он открывает дверь, она открыта, он говорит, о, открыта дверь, и мы все заходим, и тут, а директор, мы, говорю, снова встретились, тут, говорю, мы же, что вы, говорю, позвоните, в телефон, мы даже решили, мы могли тот вопрос решить, у нас есть вопросы, говорю, мы увидели, что, ну, у него действительно было чемоданное настроение, то он испуган, я задал вопрос по тепловизору, говорю, у вас есть, и он может, там, суматоши, да, у нас есть 500 тепловизоров, 500 на заводе, в тот момент, когда действительно, вы знаете, что проблема номер один, волонтеры уже, и солдат не так едает, и одежда валует, как эти средства, ну, для ведения, выдают тепловизор, и приборы ночного вида, ну, мы там пару технических вопросов задали, можете, вы не можем переоборудовать, это спец такое, оно на башне, там, перископного вида, это, он бы мог нам ответить тогда, на встрече, правильно, ну, два часа назад, он бы мог сказать, что все это есть, мы там тут, он же этого не сказал, действительно, информация подтверждается, поэтому, запроживаю, что сердце завода, это не сам завод, те оборудования, то, те здания, это действительно тех документации, то самое серьезное, то, что есть на этом заводе, который на сегодняшний день является режимной воде, и вывезут эту документацию, все, завода нету, завод очень серьезный, потому, как бы, мы хотим, своими действиями, не показать, что мы там захватываем, пытаемся отнять, что действительно, в такое тяжелое время, пускай руководство подумает, хотя бы, хотя бы знаем, что акционеры россияне, ну, и что, ну, пускай кто угодно, ну, руководитель, завод, то наш, украинский, правильно, все равно он как-то должен работать на наш, имея возможности на наш оборонпром, правильно, пускай договариваются, ведут переговоры с полтораком, с министром, с этим, мы же можем тут ремонтировать технику, этот завод может делать все, начинает тепловизор и кончает, тем более он территориально находится, вы же понимаете, а у нас такие проблемы, да, находится там техника, та, что на балансе у них, и танки, и БТР, эти, что они не могут использовать, ну, понятно, не наше право, в этом режимном объекте разбираться, ну, мы только всего лишь толкаем, чтобы быстрей шел диалог, между сотрудником завода, руководящим со стороны, и нашим правителем, мы сейчас переходим к вопросам, и по ходу вопросов будем еще компенсировать. я хотел, если вы позволите, я забыл сказать сразу, в очаговании, и розпочек, он выколотил АТХТЗ, и такой гарный, такой красивый подпис, то есть от имени двух тысяч человек, которые остались на сегодняшний день там, вот этот человек расписался. Кто это? Ну, это, понимаем, видимо, Кубин, он же у нас всех представляет, все тысячи человек, этот, извините, лживый, и здоровый человек, по-другому не скажешь. Так вот, к трудовому коллективу, никто и ничто не пытается у вас забрать работу. Более того, мы, как активисты, как граждане города, хотим, чтобы завод работал, процветал, и выпускал достойную технику, и дальше, и создавал рабочие места. Ну, и кроме того, вот, в том формате, что, чего происходит, ответах, письмах, мы видим, что это, наверное, очаг сепаратизма на территории завода, созданной дирекцией, и политикой, ну, извините, не буду даже предносить это слово, культурно имею в виду, да, и уроза вашей безопасности, прежде всего, безопасности ваших детей, безопасности ваших внуков. Вот, собственно. Перейдем с вопросом. Канал АТН. Канал АТН, насколько я помню, на следующий день после вот этих событий, планировался ли губернатор, состоялся ли он, и какие результаты? Да, действительно планировался, я не секрет, я вам и говорю, но на сегодняшний день губернатора нету в Харькове, он уехал, и мы планируем, он с понедельника должен быть тут, а где-то может в понедельник-вторник, когда нам назначат, мы будем встречаться с вами. Правда, я понимаю, что сразу после этих событий, это были российские тропы, то есть массовая атака, который был вброс, именно... Санкт-Петербург. Лайф-ньюс через час уже было сюда, более 10 тысяч, более 10 тысяч было разных вот комментариев, комментов, Санкт-Петербург. У меня этищики специально поработали, спасибо огромное им, и все это я прошу. Нет, вы же сами читали, вы читаете то, что они дали, сразу говорят, что правый сектор напал во главе с активистом Андреем, пытаются, а нет, за ним. У них в России правосеки и бандератцы, они больше никого не знают. Я думаю, что это был украинский флаг, у меня выше нашего Шеврога, у нас сотни был, украинский флаг, красно-черк, но это не совсем, как бы, что это правый сектор. Да, мы с ними общаемся, мы дружим с ними, и он скажет, но сотня левел, если откройте интернет, почитай, это воюющая сотня, по сегодняшний день, где наши ребята и по сегодняшний день принимают участие. Мы сами были, к тому вам скажу, начинали со Славянска, мы были на третьем блокпосту, когда все это начиналось с движения, мы начинали от того. Потому как бы мы остались в этом движении. Но мы аполитичны, никуда мы не лезем, в политическое. Нам просто оппину за то, что за наш народ, действительно, что ребята гибнут, к чему мы уже, и так много вопросов у всех, за что там страдают эти пацаны, которые воюют. Ну, наверное, так. Ну, неизначально, насколько я понимаю, это инсайд самого завода, то есть у вас есть несколько источников, откуда это поступало? Да, я же вам не рассказываю, я могу дискуссировать часами, я могу дать ту информацию, в которой каждый из вас, торговый дом, все вы знаете, который у них находится. Мы можем тоже задать вопрос, почему работники и менеджеры торгового дома, да, являясь членами, вернее, жителями России, полноценными, официальными, с паспортом России, получают по 30 тысяч гривен. Я не думаю, что у нас такие дураки, тут молодые, которые не могут продать кому-то эти трактора. Да, хорошо, что эти трактора помогают российскому агропрому, тем фермерам, мы получаем за это деньги, деньги используем, но мы против того, чтобы военных не было там никаких и технических моментов, и, ну, вы поняли, всяких, такой помощи, это против, потому что это все идет против наших, в смысле, да, того, что сейчас идет, в смысле, это идет, военный. Есть еще вопросы? Тогда у меня уточнение, Брмитрия Маринина, потому как основной общественной силой указана левая сотня, да? Сотня левая. Нет, я говорю о том, что прозвучало в российских средствах массовой информации, на самом деле, сколько общественных организаций, активистов принимало участие в том митинге, который проводился? То есть, можете перечислить? Вы знаете, всегда, всегда мне почему-то задают такие вопросы, считают, что депутат Маринин руководит всеми общественными организациями левого. Я вам хочу ответить так, Ирочка, я на это мероприятие приехал, скажем так, совершенно случайно, я понимал, что там будут по три урока, для чего они туда приехали, я хотел бы узнать. Я когда узнал, то я, естественно, поддержал их стремление и видеть. И хочу вам добавить, что я вчера смотрел эту публикацию Life News, их видео, но они четко скачали это видео с чьих-то съемок какого-то из каналов в Харьковске, потому что там справа я увидел Ютуб, а слева, видимо, плашку они и затерли, или как-то там, ну это их там тонкости, я не знаю. Ну, то есть, абсолютно было, изначально каждый мог бы подумать, что Life News присутствовала именно на нашем диалоге с директором в тот момент, когда мы там были. Но это полное вранье, и все, что они там написали, как всегда, Life News, ну это Гав-Ньюс, да, мы понимаем, ну, собака гавкает, караван идет, пусть они там продолжают гавкать у себя, а мы будем делать свое дело и защищать Украину, и продолжать, знаете, как вот, защищать именно тех, те патриотические стремления людей, которые сегодня есть, а не чьи-то там амбиции каких-то российских олигархов. Хорошо, Дима, Виктор, скажите вы, кто был из активистов, не только с сотня улева приходила разговаривать с директором завода? Ну, сложно сказать, там было, наверное, более 10 организаций различных, а так вот, для древних, на крестнице. Примерно 10, да? То есть, не одна сотня улева, а 10, там были ли социалисты, там были волонтеры различные. Харьковская хунта, те, что я видел, Харьковская хунта, Схидный корпус Громадское объединение, потом штаб гражданской обороны Харькова, вот это три, те, что я так помню, Десныця, Десныця, это 4, кто еще? Это те, что попались, ну вы поняли, вот те, что я вам только без нас, чем я и назвал. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что важная документация, кто-то поддерживает связь с сотрудниками завода, наблюдают за этой очень важной документацией? я вам не скажу, это закрытая информация, то те, что нас люди информируют, да, то те люди, которые действительно понимают изнутри, что там творится. И мы понимаем, что Убин, наш украинский человек, он не русский, тоже там попал, как говорят, маргарин между этим всем. Ну, тем не менее, она все равно уже задумывается, вы поймите, вот такой завод, хоть и собственники, они там уже, но пускай они получают прибыль, но не лезут, это украинский дело, правильно? А завод, но имеет к военной мощности и не помогать, и ничего не делать, тем более, мы прекрасно понимаем, какие оборонкой выделяются деньги, да, тем же самым нашим людям пошли бы эти заказы и заказы непонятно куда, какие деньги прочисляют, у нас такой заводящий стоит тут. Есть еще вопросы? Ну, первая проверка будет, нам же директор сказал, точнее, его зам, не сказал, по безопасности, что в пятницу, то есть сегодня, должен быть замсекретаря РНБО, как раз на тему вот этих вот самых фотографий. Вот мы, наверное, зададим, я думаю, в понедельник, вторник, директору завода, ну что, приезжали с РНБО или нет? И что же вы, если приезжали, решили? Я думаю, что это не будет большой военной тайной, потому что мы понимаем, их ждали раз с такими фотографиями, значит, они должны были что-то обсудить. Может, им нужно какое-то содействие харьковской общественности или содействие губернатора, с которым тоже будут общественно встречаться, на тему того, что, ребята, давайте вы подсуетитесь, как я им говорил. Если уж вы зарабатываете деньги на территории Украины, то пусть ваши миллиардеры возьмут, вложат там десятка-два миллионов долларов, для них это, знаете, как в зубах поковыряться. И все, и начнем производство. А если вам нужно, чтобы мы обратились к премьер-министру, у вас нет лицензии на производство техники, мы и за этим вам обратимся и поможем вам. Обратимся к яценнику и скажем, давайте ускорим выдачу лицензии для того, чтобы военная техника начала производиться на этом заводе в течение максимума трех месяцев. И все. Я так понимаю, первый шаг уже сделан, обращение к первым лицам государства написано. Следующим, вы просто наблюдаете, что происходит. Контролируем. Просто наблюдать, это просто наблюдать. А влиять на процесс, это значит влиять на процесс. Хорошо. Спасибо большое. Надеемся, что вы добьетесь какого-то резонанса не только на российских террелях, так сказать, но и от украинского правительства. Спасибо. Спасибо.